Это обычная бутылка подсолнечного масла. Мне кажется, у каждого из нас дома есть такая. Из чего его производят? Его производят из подсолнухов. Крупнейший поставщик подсолнечника в мире – Украина. В 2021 году она производила больше 30% всего мирового рынка подсолнечных семян. Но после полномасштабного вторжения России эти показатели упали почти на треть. Подсолнечные поля стали полем боя. И неизвестно, сможет ли на них после этого хоть что-то вырасти. Если да, безопасно ли это будет для употребления в пищу? Ведь любой взрыв снаряда отравляет почву. Вот сейчас вот у меня рядом стоит бутылка подсолнечного масла. Она изготовлена до того, как на юге Украины началась война. Все хорошо, но новую бутылку подсолнечного масла с юга Украины я уже не буду покупать. Это лишь одно из многих экологических последствий войны в Украине. Война влияет на животных, воду, почву, леса. И это влияние не ограничивается ни временем, ни государственными границами. Война в Украине закончится, но ее разрушительный след еще долгие годы будет тянуться по всему миру. Это Докса. Меня зовут Лёля. И сегодня мы поговорим о том, как война в Украине влияет на экологию и почему это касается всех нас. Это дамба Каховской ГЭС до разрушения. Она удержала 18 миллионов кубических метров воды. 6 июня после подрыва вся эта вода разом хлынула в Днепр. На правом берегу реки были затоплены 14 населенных пунктов. Еще столько же на левом, оккупированном Россией. Эта вода содержала канализационные стоки и промышленные отходы, которые копились годами. Как только получился теракт, появилась пробоина, вода начала, устремилась в нее, началось движение воды. Это Алексей Василюк, эколог, директор экспертной группы по изучению экологических последствий войны в Украине. Поскольку сразу появилось течение, оно начало забирать за собой вот этот вот ил, который абсолютно не является чистым, стерильным, полезным. На своем пути вода размыла кладбище, выгребные ямы и хранилище в удобрении химикатов. И все это разнесло дальше вниз по течению и унесло в Черное море. Деревятый, если не ошибаюсь, день после теракта, вот этот вот ил уже по морским течениям дотек до Турции. А там, откуда вода ушла, в верхней части Днепра, земля высохла, а все животные, обитавшие в водохранилище, погибли. Все, что жило на дне, оно оказалось просто под солнцем. И, скорее всего, все живые организмы, которые были на дне, в прибрежной полосе, оно все сейчас высохло и погибло тоже. Это фрагмент передачи «Мир наизнанку» канала 1 плюс 1 про заповедник Аскания-Нова в Херсонской области за год до российского вторжения. И прямо сейчас мы попадем на 5 континентов сразу. И все они в Херсонской области. Не верите? Сейчас сами посмотрите. Аскания-Нова – это один из старейших заповедников Украины. Он пережил две мировые войны и почти полное уничтожение сотрудников во время репрессий 30-х годов. Его территория находится под охраной ЮНЕСКО. С начала военного вторжения заповедник функционировал еще целый год и оставался последней украинской государственной организацией, которая продолжала свою работу на оккупированной территории. Но в марте 2023 года российские оккупационные власти Херсона все-таки его захватили, и с тех пор о судьбе животных ничего не известно. К середине 2023 года Россия захватила 20 украинских заповедников. Национальные парки Азово-Сивашский, Джерлгачский, Меотида оказались в зоне боевых действий. Они серьезно пострадали от пожаров и обстрелов, а животные остались без присмотра. В мае горела заповедная Кинбурнская коса в Черном море, и из-за оккупации погасить огонь было невозможно. Из-за войны страдает и морская фауна. По данным Украинского Министерства защиты окружающей среды, за время российского вторжения уже погибло около тысячи дельфинов. Но Иван Русев, эколог, доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка Тузловские лиманы, считает, что эта цифра может быть гораздо выше. По его словам, только 5% погибших дельфинов выносят на берег, остальные 95% остаются на глубине. Учитывая, сколько было найдено мертвых особей на берегу, ученые предполагают, что общая цифра может достигать 50 тысяч особей. И это фактически 20% общей популяции дельфинов Черного моря. В основном дельфины погибают из-за высокочастотных гидролокаторов или сонаров, которые буквально оглушают или ослепляют животных, из-за чего они теряются в пространстве, не могут коммуницировать между собой и охотиться. Судно и подводные лодки используют эхолокационные приборы, которые абсолютно такие же, как и органы ориентации в пространстве у дельфинов, вот только они гораздо мощнее и громче, и дельфины, грубо говоря, просто глохнут. Они просто дезориентированы, они не могут находить добычу. В конце концов, они просто от истощения и стресса погибают. Трой, той, полу, полк! Другая проблема — ударная волна от подводных взрывов. Она распространяется на большие расстояния, оглушает рыбу и убивает другие организмы. Это происходит и в морях, и в пресноводных водоемах. Кстати, пресная вода, которая попала в Черное море после прорыва Каховской ГЭС, тоже представляет опасность для морской экосистемы. Весь поток воды из Днепра был выброшен, грубо говоря, в сторону Одессы. Оттуда же начинается морские течения. И вся прибрежная зона от устья Днепра вдоль западного побережья Черного моря и аж до Турции, она как раз на минимум на две недели наполнилась пресной водой. Как это прореагировали морские организмы, мы не знаем, потому что доступа к берегу нет. Большой вред природе наносят и удары по суше. При взрыве любого снаряда выделяются опасные химикаты, например, сера и оксид азота. При контакте с кислородом они окисляются, и затем при контакте с водой превращаются в кислоту. Так образуются кислотные дожди, которые могут выпадать как в Украине, так и далеко за ее пределами. Они меняют состав почвы, обжигают растения, уничтожают микроорганизмы. Земля после такого дождя буквально превращается в пыль. Так сейчас выглядят поля в зоне боевых действий. А на этом снимке поле в Херсонской области. На одном квадратном километре в грунт попало примерно 50 тонн железа, 2,5 тонны меди и 1 тонна серы. Обломки от боеприпасов, взрывчатка – все это перемешивается с почвой на дне кратера взрыва, и еще часть обломков разлетается вокруг. Исследователи фиксируют химическое загрязнение почвы в радиусе 5 метров от воронки, а обломки находят на расстоянии до 120 метров. Современные противотанковые снаряды оставляют в почве еще и обедненный радиоактивный уран. Источник альфа-излучения в случае попадания внутрь организма человека или животного может вызвать все прелести облучения. Это Дмитрий Кузнец, редактор «Медузы», военный аналитик. Если человек съест мясо животного, которое перед этим вдохнуло пыль с обедненным ураном, тоже могут возникнуть последствия соответствующие. Еще одна проблема – мины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле – 41% от всей территории страны. В среднем на разминирование одного гектара нужен один день, а на разминирование всей территории Украины понадобится более 70 лет. Но чем дольше российские войска удерживают захваченные территории, тем больше мин они там оставляют. И тем дольше там невозможно будет вести сельское хозяйство, даже после деоккупации. Посмотрите, как убирает мины российская военная техника. Украинская техника работает точно так же. К сожалению, разминировать современные снаряды по-другому почти невозможно. Не все мины этого позволяют. Есть и мины советского и российского производства, и мины западного производства, которые разминировать можно только взрывом и на месте. Желательно это сделать, потому что это небезопасно для саперов будет. Получается, что даже процесс разминирования приводит к дополнительным загрязнениям окружающей среды. Потопы, пожары, убийства животных, загрязнения воды и почвы. Влияние военных действий на природу огромно, но точно оценить его пока невозможно. Ведь у экологов нет доступа к заминированным территориям и к тем, на которых прямо сейчас идут военные действия. Пока что ученым приходится полагаться только на спутниковые снимки. По данным на июль 2023 года, Украинское Министерство охраны окружающей среды зафиксировало более 2000 экологических преступлений. Greenpeace и организация EcoAction отмечают их на карте экологического ущерба. В деньгах это больше 2 триллионов гривен, или 54 миллиарда 245 миллионов долларов. Некоторый ущерб невозможно оценить в денежном эквиваленте. Уничтоженное биоразнообразие заповедников и водоемов, выжженные почвы, больше непригодные для сельского хозяйства, мины, которые так и останутся в земле, превратив ее в зону отчуждения. Чтобы осознать масштабы трагедии, можно взглянуть на последствия войн прошлого. Например, Красную зону на северо-востоке Франции. Во время Первой мировой войны эта территория оказалась настолько повреждена, что она до сих пор остается непригодной для жизни. И хотя бывшие поля сражений уже покрылись зеленью, биоразнообразие здесь куда скуднее, чем раньше. Почва до сих пор загрязнена свинцом, хлором, ртутью и мышьяком, и вряд ли ее когда-либо еще снова начнут возделывать. Кроме того, в земле остались неразорвавшиеся снаряды. С окончания войны прошло больше века, но на разминирование Красной зоны, по разным оценкам, уйдет еще от 300 до 700 лет. Война развязанная Россией принесла украинской природе гигантский ущерб. И важно помнить, что он не будет ограничиваться территорией Украины, он повлияет так или иначе на весь мир. На воду, которая из зоны боевых действий попадает далеко за пределы акватории Украины, на воздух, которым дышат люди, на качество и безопасность еды, на восстановление уйдет огромное количество ресурсов – человеческих, денежных, временных, а многое – миллионы жизнеживотных и уничтоженные экосистемы – не удастся восстановить уже никогда. Субтитры создавал DimaTorzok